Всем привет! Меня зовут Светлана и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я расскажу вам очень интересный ритуал открытия дорог и перемены в жизни. Бывает так, что вам диагностировали подмену какой-то судьбы. Бывает, я даже своим клиентам гадаю и говорю, что у вас как будто бы такое ощущение, что судьбу украли. Вы начинаете работать над собой, каналы каких-то привязок выжигаете или почистились полностью, провели стандартные чистки от негатива. Следующим этапом идет изменение судьбы и самой жизни. Это даю вам очень мощный, рабочий и не раз испробованный ритуал. Этот ритуал от ведьмы Марьяны. К тому же на небе должна быть растущая луна. Это обязательно, в обязательном порядке. То есть, когда мы чистимся, это убывающее. А когда мы меняем свою жизнь в лучшую сторону, нам нужна растущая луна. Она придаст ритуалу большую силу. Злоупотреблять, конечно, этим ритуалом я не советую. Это очень мощный и порой жестокий ритуал. Ломает жизнь невероятно. Но ломает так, как для нас в итоге будет лучше всего. Но, в принципе, что вы хотите. Если так посмотреть, разобраться, возвращать свою судьбу сложно. Но оно того стоит. Гусенице тоже нелегко становиться бабочкой. И решаясь на данный ритуал, вы должны быть готовы потерять то, чего терять не хочется. Такое тоже возможно. Так что, хорошо подумайте. Но новая жизнь и новые возможности того стоят. Это однозначно. Для ритуала нам понадобится мед. Меда совершенно немножко. Вы видите, тут чайная ложечка. У меня и того даже будет слишком много. Красные свечи. Три свечи красные. Обязательно они должны быть восковые. И замочек. Он должен быть небольшой. Вот как раз таки, знаете, для свадебных продают замочки с одним ключиком. Чтобы этот ключик вынимался и чтобы он был один. Очень хорошо. Но самое главное, чтобы он не защелкивался. А именно открывался и закрывался ключиком. Это очень важно. Идеально вот подходит свадебной такой маленький, как я сейчас вам показала. И то, что на сдачу таких покупках брать нельзя. То есть вы даете денежку, не торгуясь. Покупаете замок без сдачи. Или если вы больше даете сдачу, уже не берете. Или даете под расчет. Но не торгуйтесь. Нельзя напоминать, что не стоит брать сдачу. Я надеюсь, это в каждом ритуале я говорю. Но на всякий случай все-таки повторюсь. Итак, замок купили, открыли и положили рядом с ним ключ. Вот вы видите замок, рядом с ним ключ мы кладем. Далее, зажигаем все свечи. Заговор, пока свечи не догорят, мы читаем полностью. Читаем, вы спросите, сколько раз. Мы читаем, пока не догорят все три свечи. Читаем постоянно. Не считайте. Это может быть и четное, и нечетное количество раз. Здесь это не самое главное. Дальше, что вы делаете? Когда свечи догорят? Советую вам свечи брать небольшие, восковые. Потому что вы слишком долго будете читать. Возьмите самые маленькие, самые тоненькие. Как свечи догорели, берете, обмазываете замок медом. Берете мед и можете прям пальцами. И зачем больше, потому что в пальцах, в руках это энергетика. Вы замазываете медом и закрываем ключом. Вот когда вы замазали все уже, вы берете и закрываете на ключе. Смотрите, закрыли. Сразу же замок, сразу же, это обязательное условие. Замок нужно отнести к быстрой реке. Еще раз послушайте, к быстрой, не просто там, которая будет стоячая, а бурлящая рука. Река ни в коем случае не подходит к какой-то там непонятный ручеек, родничок. Это не работает, только быстрая река. Там трижды нужно прочитать заговор, тот, который я отдам к описанию этому видео, и бросить замок в воду. Ключ этот нужно носить на шее, год, не снимая, ни при каком случае. Итак, заговоры. Что здесь самое главное? Заговор мы здесь должны выучить наизусть. Это главное условие. Потому что если какие-то заговоры, я вам говорю, можно написать от руки и читать с листа, то этот заговор вы должны выучить наизусть. Итак, покажи река, мели светлые, броды тайные, все подходы твои, все мостики, чтоб глубокой воды не бояться мне. Имя называйте, чтоб минули беды черные, чтоб дорога была ко мне ласкова, чтоб печали тревоги сгинули. Посади река лихую долю, железну клеть, не забудь ключом верным запереть, ключ, замок, язык, реп. То есть вы заучиваете это наизусть. И вот таким вот образом вы читаете еще трижды и бросаете в быструю речку этот замок. Дальше, что хочу сказать, что через пару дней можно заняться и коррекцией уже судьбы после этого ритуала, для привлечения жизненных благ, привлечения в жизнь мужчины, женщины, удачи, здоровья, везения, новой работы и так далее. Значит, еще раз я хотела бы поговорить по поводу этого ритуала, то, что внимательно. Значит, ритуал обрабатывается исключительно, отрабатывается исключительно на реке, никаких ручейков, только река. Причем такая, чтобы вы видели движение воды. Эта река не должна быть стоячая. Следующее, свечи только красные, не покрашенные, а насквозь в магии запрещено использовать покрашенные сверху свечи. Этим вы закрываете ауру и свечи, делая ее непроницаемой. Если все-таки не нашли замок с одним ключиком, берите с обычным набором ключей, но ни в коем случае нигде остальные ключи не прятать. Это главное условие. Тоже в реку выкидывайте вместе с замком, но ниже по течению от замка. Вот выкинули сначала замок, а потом прошли ниже течения, выкинули эти все оставшиеся ключи. Единственный ключ оставьте себе, повесить на шею. Ключ на шею и не снимать никогда, без исключения, носить минимум год. А в идеале вы к нему привыкнете и не захотите, в принципе, расставаться. Значит, никаких подделов не требуется для этого ритуала. Если не сработал этот ритуал, значит вам это и не нужно. Но сразу хочу сказать, что ритуал мы проводим только после диагностики, по рекомендации специалиста. Так что всех вас приглашаю ко мне на диагностику. Вайбер, ватсап в описании к этому видео всегда найдете. Я с удовольствием помогу вам разрешить какие-то жизненные вопросы, дам подсказки, советы и рекомендации. Всех вас очень люблю и желаю вам всего самого наилучшего в мире.